Поэтому я вынуждена была вызвать школу твоих родителей. Я думаю, нам есть о чем с ними поговорить. Нет, ну пожалуйста, не надо. И тот, кто сыграет лучше, тот и будет играть главную роль. Вот это да. Конечно, и алгебру, и геометрию, и все уроки. А потом ты скажешь, прости, мы слишком разные, мы не можем быть вместе. Что вы пристали со своим Владой? Я ее даже ни разу в глаза не видел. Получается, Остан встречается с Владой. Ого, этого мы точно не ожидали. Минуточку. Илья, а ты что, вместе с Лизой на один фильм ходил? Мы что, вместе встретились? Нет, конечно, там было просто очень много людей, и мы случайно встретились. Да, Илья? Конечно. Давай как-нибудь в другой раз. Нет. А то что? Нет, не надо. Это Вова, хулиган. Никогда не слушает на уроках, списывает на контрольных и никогда не делает домашние задания. Это его подруга Влада. Любит переписываться на уроках, на каждом скучном уроке, садится за последнюю карту и зависает в интернете. Лучшая подруга Влады – Даша. Она постоянно хвастается своими новыми покупками и не только. Это Дима и Кристина – самые добрые ученики. Могут помирить каждого, всегда организовывают какие-то школьные праздники. А это Остап, мой хороший друг. Он постоянно пишет контрольные только на 12 и иногда дает списывать. Это Герман. Футболист, хороший друг и просто веселый парень. Прикол, у меня родители такие будут смотреть. Вау, покажешь? Ну, наконец-то, хоть кто-то. А что, до сих пор никого нет? Кажется, пора объявлять карантин. Какой карантин? У меня премьера завтра. Ну вот и отлично. А после можно закрываться, а то вирус серьезный, говорят. Лучше пару дней дома отсидеться. А лучше недель. Вот, дело решено. Мне нужна ваша помощь. Так, я пошел. Вова, я тебе сколько раз давала списывать? А в чем дело-то? Понимаете, сегодня у меня генеральный прогон, а завтра представление. Ну, от и чудно. Мы мысли на с тобой. Не переживай. Да я не о том. Там есть кусок, где я танцую вальс с чудовищем. Ну, то есть со своим напарником. А я танцевать не умею. Особенно вальс. А как же ты репетировала до этого? Ну, как-то до этого не доходило. Режиссер обычно говорил. Ну, тут вы танцуете вальс. И переходим к следующей части. Ого, о чем ты только думала? О том, что танец вырежут, например. Когда говоришь премьера? Еще есть билеты. Кажется, там будет на что посмотреть. Ты вместо того, чтобы издеваться, помог бы лучше. Если что, то я точно не знаю, как танцевать вальс. Зато Ютуб знает. А, так тут все просто. Иля, смотри, писаная здесь. А ты, Маша, здесь. Тянет, это откроет. Да нет, тут мало места. Идемте в крылью. Так, смотри, Иля. Ты уже, Маша, руку на талию. А ты, Маша, или на плечо. Она тянет плечо. Ты вытягиваешь руку. Она ложит руку. Ты на ней вот так вот. Нет, наоборот. Ты ложишь, она тянет. Назад. Иля левой ногой назад, а ты правой ногой вперед. Кажется, кто-то влюбился по уши. Что за глупости? Я же говорю, я была занята. А пять минут назад говорила, что тебе мама срочно домой попросила приехать. Ну да, там я и была занята. А с Германом я тебя увидела до или после того, как ты маме позвонила. Что? Ты нас видела? А кто еще видел? Не бойся. Только я вас видела. Я же говорю, ты по уши влюбилась. Я не боюсь. С чего ты взяла? Ничего не влюбилась я. О, а что тут происходит? Профессиональные уроки танцев. Присоединяйтесь. Нет, спасибо. Как-нибудь в другой раз. Ура, спасибо большое, Мова. Давай пять. Спасибо. О, привет. Какими судьбами? Ты что, класс перепутал? Прикиньте, сегодня у нас все заболели, никто не пришел. И ты нам пришел сказать, что объявили карантин? Ну почти. Меня отправили к вам в класс. Сказали, что буду я сегодня с вами. Вот незадача. Ребята, я тут гороскоп читаю и тут пишу, что сегодня мне нужно быть осторожней, так как может произойти что-то плохое. Ты что, веришь гороскопам? Я? Ну конечно нет. Просто мне нужно сегодня быть осторожным и всему умным за компанию. А что, можно подсказаться и упасть? Ну не знаю, всякое может быть. Вот я, например, когда возвращаюсь домой, вижу какого-то странного типа. Я же не знаю, что у него там в голове. И что ему может сбрести в голову. Слушай, а что там близнецам пишут? Близнецам? Да так, сегодня вероятность выгорит миллион, а так ничего особенного. Ясно. Ой, Кристина, не начинай. Ты вообще домашку на сегодня сделала. Вова, а для тебя гороскоп. Если сегодня будешь вести себя плохо, то и со школы могут выгнать. Я сделала. О, вот это неожиданность. Что значит неожиданно? Я почти отличница. Вау, что это? Так, посмотри. СМС-встреча, ненавидишь. Что это? А ну дай сюда. Гадания какие-то. Ой, капец, вам же нечем заняться или что? А, это же гадания. Хм, кажется я знаю, она кого-то гадала. Отстань. Да? Я все верно поняла? Да что ты прицепилась? Отстань уже. Меня одну смущает, что учителя до сих пор нет. А что ты начинаешь? Ну нормально же сидели. Вдруг с ним что-то случилось. А вдруг он тоже овен по гороскопу. Пойду узнаю в учительской. Маш, давай без этого. Стой, ты куда? Нет, нет, я так не могу. Маша, стой, я с тобой пойду. Стой, стой. Она всегда такая зануда? Она просто нервная сегодня из-за предстоящего выступления. Прикинь, ей придется танцевать вальс, а она не умеет. Как не умеет? Вот так. И теперь она боится, что если узнает режиссер, то ее заменит. То есть есть шанс того, что Маша не будет вообще выступать? Да, а чтобы наверняка, можно спрятать ее костюмы. Вон в том пакете. Давай, Лиза, ты знаешь, что надо делать. Олег, что ты вообще здесь делаешь? Просто озвучиваю твои мысли. Только я один видел, что Лиза засомневалась. Да, мне тоже показалось. Ну вы, конечно, и дураки. Я бы такого никогда не сделала. Вова, Герман нас приглашал в гости. Пойдем? Звучит отлично. Олег, пойдешь с нами? Конечно, с удовольствием. Стоп, а что, Германа сегодня вообще в школе нету? Ну да, он заболел, а что? Да так, ничего. От кого тогда была эта записка, если не от Германа? Мы были в учительской и все узнали. Учителя нету, он заболел. И так как на замену поставить некого, сегодня будет короткий день! Я слышала, ты из-за Вайса переживаешь? Да, я из-за Вайса переживала. Я раньше ходила на танцы. Да, я все расскажу режиссеру. Я знаю, зря собрала. Ну почему? У нас есть еще часа три, чтобы научиться танцевать. Да, Кристина? Эм, да. Вы правда мне поможете? Ну да, а почему бы и нет? Ну конечно! Как же иначе? Ой, вы такие хорошие! Дайте я вас обниму! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!